Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, это никакие не цветные революции, мы видим по Беларуси, это обычный мятеж. Революция это когда есть основа для революции, мы все с вами изучали, когда низы не хотят, верхи не могут и так далее. И когда есть революционеры, никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет. Дело, цитирую, в исторической принадлежности белорусских земель Польши. Это заявляется уже в открытом режиме. Ну, слушайте, разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении действуют. Второе. Это абсолютно сейчас точно стало. Нам известно, дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Скажите, как на это можно реагировать? Третье. Дело в создании санитарного пояса между Евросоюзом и Россией. Но это давняя мечта, это цели, которые после распада Союза в середине 90-х не удалось реализовать. Ну, кто-кто, но мы с президентом России это очень хорошо понимаем.